Трактат Брахот Мы с вами находимся на новом месте В прошлый раз мы закончили первую страницу 26 листа Сегодня мы переходим на вторую страницу На прошлых уроках, а это у нас третий урок, значит два урока прошло Мы занимались темой восполнения молитвы Одна из тем, которая у нас была И мы помним это по двум высказываниям Раби Юханана Который сказал следующее Если человек забыл помолиться молитву Такое выражение не проходит, читать молитву Митполель тфила, так говорят на еврей Помолиться или произнести, или сказать молитву Например, он забыл сказать молитву Аравит, вечернюю Молитву мы помните, помните, да, мы называем шмоне эсре Молитву шмоне эсре, стоящую из 18, благословения на самом деле из 19 Потом одну еще дополнили, дописали, добавили Если он забыл помолиться марев, забыл по каким-то причинам То в шахре он может ее восполнить Ля-шлим называется от слова шалом Полный ля-шлим восполнить Каким образом? Он произнесет молитву шахрит, утреннюю молитву А после нее, сразу же после нее, моментально, без перерыва Тут же скажет снова шмоне эсре И это ему будет засчитываться, как пропущенная вчерашняя молитва марев По крайней мере, заповедь, которая говорит о том, что молись Мы говорили, заповедь это истории или постановление мудрецов Эту заповедь он исполнил Он не исполнил эту, другую заповедь Молиться нужно вовремя, мы занимаемся временем молитв Но, по крайней мере, он ее восполнил Если он забыл шахрит прочитать, прочитать, молиться То он может восполнить этот шахрит дневной молитвой Минха А именно, во время Минхи Он сначала принесет Минху А потом произнесет шахрит Первая молитва, и это важно Главная молитва называется Это та молитва, которую нужно говорить прямо сейчас А вот вместе с ней, Трэмпом, да, заодно Он может восполнить, прочитать, сказать ту молитву, которую он восполняет Которую он пропустил в предыдущий раз Главное, знаем, что первая всегда та, которая сейчас время В днем это Минха Утром это шахрит, вечером это Марьев А потом можно ее дополнить такой же молитвой Которая была пропущена перед этим И прошлый урок мы еще помним Мы закончили следующим И сколько таких молитв он может восполнять Мэри написал, что есть мнение, что хоть десять Но сколько пропустил нечаянно, не по своей вине Или, например, ему не дали произнести эту молитву Или, например, враги его держали Или он болел То он их все потом может произнести после той самой молитвы Которая первая, когда ему уже никто не мешает Но большинство, и в частности Тосфот, с этим не согласились И такой закон у нас Восполнять можно только одну молитву Ну, кроме случая, особого случая Многие тут говорят, что если ты пропустил молитву мусов Она произносится или в субботу, или в праздник Или в Новомесяче, Роша Ходыш То, а потом пропустил еще и Минху Забыл, всякое бывает Настолько тяжелая жизнь у русского еврея, что иногда он забывает То тогда можно восполнить Как можно восполнить? Во время Мариева Кончился суббота, вы говорите Кончился праздник Если кончился, то прочитает Обычные три молитвы А именно Мариев, Минху, а потом Мусов Есть такое мнение тоже И вот сегодня Сейчас пока обратите внимание, что бывают субботние молитвы И бывают будничные У всех есть три первых благословения одинаковые Три последних одинаковые А в середине, в 18-ти шмуна-эсера Это 12 благословений Сейчас на самом деле 13 А в субботу одно благословение Они меняются Причем, если в обычные дни это одно и то же Все внутренние благословения Бейну-ниим одинаковые То в субботу это благословение Большая часть Специфична А именно Оно написано для утра Или для того, чтобы днем читалось Или для мусфа Или для вечера С вечера нужно было начать То, что мы сейчас сказали Это очень важно Потому что сейчас это наш урок Это тема нашего урока Как восполняются молитвы, которые читались Не были произнесены Перед наступлением субботы Или в конце субботы Это важная тема Начинаем читать? Здесь точно читать Та нурабананна Учили мудрецы Есть такие слова Та нурабананна И значит будет барайта Что такое барайта, мы знаем Та нурабанан Таа вело гитпалель Минха Бээрф шаббат Ошибся Таа вело гитпалель И не молился Минха Не произнес молитву Минха Бээрф шаббат Эрф шаббат Это не вечером суббота Бээрф шаббат Эрф это перед До наступления субботы Но в пятницу Минха, которая идет в пятницу После чего У нас была шаббата Потом уже субботняя молитва И так далее А он взял и взял Ненамеренно Нечаянно И пропустил ее Тогда что делается? Минхалель бэлэл шаббат Штайм Минхалель молится В таком случае молится Бэлэл шаббат Ночью в субботу Два раза Не понятно какие два раза А именно Первый мауриф Или на языке Талмуда Аравит А потом Ту Минху Которую он пропустил Причем самое интересное Что Мариф Он Аравит Он произносит В субботней форме В субботней молитве А Минху Тоже Потому что пришло Время Чего? Время субботы Об этом нужно Специально сказать Мы это пропустили Будничную молитву Там где в середине Целых 13 благословений А восполняем Эту Минху Которая будет Вечером Восполняться После Аравита Субботней формы А именно там будет Теперь одно Только благословение Адамбраха Почему? Потому что Когда мудрецы Установили Текст Субботней молитвы Они составили его Составили И сказали Что на самом-то деле Все эти 18 благословений Это было сказано Еще до Рабана Гамлееля Который Установил 19 благословений Поэтому можно сказать 18 благословений Шмонесре Все эти Внутренние благословения Вообще Все эти благословения Нужно Даже в субботу читать Даже в праздники Именно Такую молитву Но для того Чтобы в субботу Не утруждать людей Потому что у них Онэкшаббас Онэкшаббат Субботнее Однокновение И для того Чтобы почтить Субботу Выделить Из всех остальных дней Они постановили Что здесь будет Более короткая молитва В празднике Это дело не касалось Почему? Потому что Это объяснение не касается Потому что там Особая работа Там как раз Нужно добавлять К молитве А в субботу Все это убираем И что мы делаем? Мы говорим Одно благословение В честь субботы Вот когда они так Постановили Для субботних молитв А для будничных Оставили 18 Благословений Так они Постановили То они сказали Такую фразу Но Если человек Будет восполнять Будничную То он тоже скажет В субботней форме Почему? Потому что в честь субботы И чтобы не утруждать Общину Так это было сказано Значит Есть такое правило Не правило Это Барайта Наш так говорит Тану Раббанан Он ошибся И не молился Минху Эра в шаббат В пятницу То скажет При наступлении Субботы Уже вечером Две молитвы Одну Как Аравит А вторую Как Минху В субботней форме Это замечание Которое мы сделали Ритва написал Ритва я это взял Продолжение Барайта продолжает Таа В логит Палель Минха Бешамбат На исходе субботы Минху Аравит Обратите внимание Обратите внимание Что это Барайта Сама по себе Это не Раби Йохан Он сказал Все случаи Прабуничные Которые мы проходили Раньше Это был у нас Раби Йохан Мы с вами Продолжаем Барайта Продолжает Очень интересная Особенность Он у нас Минху пропустил Человек И теперь Он после окончания Субботы Пытается ее Восполнить А именно Говорит В бунничной форме Минху После Аравита Вечером Очень хорошо Значит После субботы Нужно произнести Авдала Это Авдала Произносится Внутри Аравита Где он должен Принести Аравит В первой молитве Или во второй Он же две читает Две произносит Вот об этом Мы и читаем Мавдиль Баришуна Взял и сказал Вставку Авдала В первой молитве Авдала Это Это разделение Между субботой И буднями Она читается На самом деле В четвертом благословении Благословение Шимоно Истре Называется Ата Хонен Ты даруешь Человеку Разумение И так далее Она начинается Таким словами Ата Хонан Тану Ты одарил Подарил нам Одарил нас Знанием Дарил нас Знанием Торы И знанием Своих заповедей И так далее Ватавдель В такой форме Как будто бы В будущем времени На самом деле В прошедшем И эту вставку Повторяют Также во время Обряда Который называется Авдала Над бокалом вина Называется Алькос Алькос После субботы Так вот Эта вставка У нас Произносится Или читается Можно сказать Проставку читается В четвертом Макстане Шимоно Истре Так он взял И сказал Это в первой В первой Из этих двух Молитв Филот Что в таком случае Происходит Мало того что он сказал В первой Военом Авдиль Башния И не Если он Сказал эту вставку В первой То Военом Авдиль Башния Все Не нужно говорить Во второй Понятно Понятно Что Когда Вторую Восполненную Молитву Произносится После первой Восполненную Можно признать Только второй Нельзя ее Приносить Первой В первой Произносится Авдала А почему Не признаете Авдалу Второй Ну Сначала Он прочитал Авдала Аравит Вечернюю Молитву Марев А потом Минху И там Принесся Авдала А ответ Дело в том Что Авдала Не является Частью Первой Молитвы Когда мы Говорим Восполняем Молитву Что это Происходит Как Происходит Я выхожу Перед Всевышним Начинаю Приносить Молитву Зная Что Предыдущую Молитву Полдня Назад Когда я ее Не признес Я Забыл Сказать Или Мне не дали Сказать Первую молитву Которую сейчас скажу Делается это Очень просто Я должен Сказать Две Одинаковых Молитвы Первая А потом Вторая В таком Случае Что с Авдалой Если я В первой Молитве Приношу Авдала То может быть И в Минхе Я должен Приношить Авдала Нет Сказали не так Наши мудрецы Они так Сказали Первая Молитва Должна Быть повторена Во второй Просто Авдала Это не часть Молитвы Это именно Вставка И без нее Можно обойтись Было бы Как сейчас Мы увидим И поэтому Вторую Молитву Он произносит Без Этой Авдалы То есть Ее Эту Вставку Постановили Определенным Образом И постановили Возможность Произнести Молитву Минху После Марьева Чтобы ее Восполнить Таким образом Что Там не нужно Прозносить Авдала А если Он сказал Авдала Во второй Молитве А не в первой Читаем Во им Евдил Башния Во им И если Евдиль Принезез Авдала Башния Вло Евдиль Баришуна Во второй Шня Алталу Ришуна Ло Алталу В таком случае Есть Из двух Молитв Первая Молитва Вторая Молитва И он Авдала Скал Во второй То ему Вторая Молитва Засчитывается Как она ему Засчитывается Она ему Засчитывается Как Аравит А первая Никак Как будто бы он Не молился Так Сказано Выборайте Шня Алталу Вторая Засчитывается Ему Как Аравит Исхода Субботу Потому что Он Сказал Именно Аравит Не Минха Почему Потому что Там Ускала Авдала А первая Не засчитывается Как В исполнении Пропущенной Минхи Не засчитывается Почему Потому что Как мы Сейчас Сказали Восполненная Молитва Не может Ити Перед Главной Она Должна Ити Только Потом Другими словами Первая Молитва Ему Не засчитывается Как Пропущенная Минха И не Засчитывается Как Аравит Почему Как Пропущенная Минха Потому что Шла Первая А почему Не засчитывается Как Аравит Да Потому что Что В ней Не было Сказано Авдала Не так Пропущенная Молитва Не пропущенная А первая Молитва Не засчитывается Как Абдала Не засчитывается Как Минха Поэтому Это идет Не засчитывается Как Аравит И не засчитывается Как Минха Почему Как Аравит Не засчитывается Не было Авдалы Почему Как Минха Не засчитывается Идет Первый Все Вот Теперь Так Ну Вот И все На эту Тему Закончили Этот кусочек Сейчас В течение Сказого Будет Тут Раша Написал Очень Интересные Слова Необычайно Интересные Не знаю Сейчас него получится объяснить я постараюсь дело в том что первую молитву он хотел принести как аравит этот человек почему то что он знает что первая молитва идет как главное а потом восполнены по 2 будет но забыл сказать в ней а вдала забыл просто поэтому она ему не засчитывается а вторую молитву он сопроводил а вдалой и тем самым показал и себе и всем остальным что изначально был намерен принести именно вторую как аравит он же там сказал он сам сказал авдала и поэтому она ему не засчитывается как выполнение пропущенной в исполнении пропущенной минхи и все удивились на это вража и вообще не удивились почему это из того что он сказал авдала во второй молитве мы видим что изначально он произносил вторую молитву как аравит изначально так он собрался ведь можно сказать совсем по-другому вторую молитву он произносил как аравит только потому что понял что первая молитва ему не засчитана понятно да он я произнес миша ему не засчитана и что и решил произнести равит после этого вторую молитву почему лишь написал что из того что мы видим что он говорит обдала ли он нам сказал об этом мы решили что вторую молитву хотел быть как аравит ответ раша ждал очень такой непростой ответ два слова есть он не принес главную молитву то нет места для пропущенной минхи все она должна быть второе всегда но в нашем случае он главную это произнес другое дело что он ошибся и не сказал авдала а раз так то теперь может принести минху он же я произнес вот поэтому пришел раши сказал нет он произнес главную без авдалы и поэтому может произнести минху то есть он не принес аравит так как решил что первая молитва ему незащитным поскольку было сказано без авдалы он по ходу дело исправил себя так или иначе краше никто с этим вопросом не предстоит так отметили отметили но главное что мы должны знать что если он в первом молитве не скал авдала во втором молитве скал авдала то по нашей братья первая молитва не засчитывается какая-то минхайс она была первая перед рамит и какая же это вечерняя молитва если она без авдалы она ему не засчитывается а вторая молитва засчитывается ему как как что аравит и что он должен делать сменкой а у тебя пускай просчет третью произнесет так написано нас в законе ну что гемара но все с этим вопросом почему это вдруг сама гемар продолжает почему это вдруг она почему барате сказано что первая молитва ему не засчитывается только потому что не принес обдалу читайте читаем лимеймра можно ли сказать деки ван дило авдиль б камайта из-за того что не произнес обдала в камайт это первое в первой молитве кеман дило целый доме у мегадринан лейх то он как человек поскольку не сказал не сказал авдала до первой молитвы то он как человек который что не произнес эту молитву а поэтому что называется мегадринан возвращает ему и говорят слушать ты не эта молитва не зачитывается читаю заново отдалу пропустил можно так сказать или нет вроде бы так стены так что все нам объяснили это очень странно я скажу почему но сейчас мы прочитаем я вам возьму и объясню в том что мы с вами знаем что если пропустила вдала можно не возвращаться дальше читать до конца произносить до конца идти домой не надо ничего повторять почему потому что молитва засчитывается даже если ты логи логи вдал то не произнес а вдала не принес а вдала потому что ты все равно над косом еще будешь над над бокалом сыном произносить поэтому сказано в аримингу нашли противоречия выбрать какая барайта то интересно барайта он понравится сейчас то а в логи скир гвурот гашами мы бодхия дам эти если он ошибся человек ошибся в логи скир из киросов захар до помнить и не упомянул город гашами вставку о дождях называется это называется гвурот гашами сила дождей бодхия дам этим в благословении когда называется ядам этим это второе благословение из всех 18 и в нем читается вставка называется посылающий дождь мурит агэшем вот сейчас наши в реальной жизни мы находимся летом мы это не произносим а зимой произносим посылающий дождь мурит агэшем и это благословение заканчивается словами оживляющий мертвых это называется махаим амитим устанавливающий мир и вот взял он ее и пропустил ошибся не упомянул или еще что он еще мог пропустить или пропустил выше лад баберкат ашния и просьбу в нет боберкат ашаним извините боберкат ашаним и просьбу в благословении лет если такое благословение благослови нам года за собирает ашаним шила что за просьба просьба россия так называется просьба россия и он не произнес а эта просьба читается в девятом благословении там дай росу и дочь тенталю матар заканчивается словами благословляющий года можно искать годы кстати особый случай так вот он не упомянул или про дожди во второй браке или про дожди в девятый что в таком случае макзерина то возвращает все еще возвращают не подходит ему и говорят слушай молодой человек давай снова читай все заново произносим не не так закон его возвращает и он спросил уравина он уже знает меня закон возвращает а именно возвращает самое начало я начинаю молиться с самого начала такое правило по авдалла бе хоне на дат но если он ошибся и не сказал авдала в каком благословении хоне на дат дарующее разумение да на исходе субботы то эйн махзерина то не возвращает его о чем сейчас только сказали с вами оказывается эту ставку которая называется мавдиль ну проносить ее обязательно нужно но если ты забыл не надо возвращаться почему же у нас наши в нашей барате самый первый все мы начали урок сказано о том что если он после субботы молился две тфилы и две молитвы первая и вторая а авдала он не произнес в первый то марих считается во второй а а минху произносит третью почему пускай это будет минха а это будет равит почему так нельзя сказать мы знаем что мудрецы на самом деле это особый случай создадим его уже нельзя восполнить если ты пропустил это важно а с авдалой можно восполнить почему потому что ты пойдешь домой и искаешь ее над вином этого авдала поэтому как раз все это понятно в этой барате но почему же наша первая барайта говорит таким странным образом и ответ кашья таки вопрос называется так называется ответа нет кашья очень интересно у нас нет оснований переравнять человека который не сказал авдалу в первой молитве к тому кто не молился вовсе авдалу он может сказать и над вином сейчас только мы проходили тогда что имеет в виду наша барайта первая в которой учили что есть и сказал авдалу во второй молитве не сказал в первой то первое ему не засчитывается как в исполнении пропущенной минхи что-то вдруг она не не засчитывается если авдалу можно сказать после аравита например над вином то почему и не искать во второй молитве которая считается восполнением минхи пускай будет минха но он ее там произнес я думаю тоже дома скажет иди в другой молитве и ответа на это нет слова кашья очень необычное обычно кашья это знаете кашья в современном произношении это кушья всякий вопрос возникает в таком падеже именном это будет кашья ты кида вопрос обычно мне кажется не обозначает случай когда нет ответа на противоречие есть ответ то царь их июн называется но он такой особый им нужно заниматься он не очевидный в данном случае таки есть ответ есть такое объяснение восполненную молитву всегда произносит после главное это мы с вами знаем но в нашем случае человек сделал наоборот сначала признёс минху вот об этом не было сказано в самом начале в гиммаре а потом аравит откуда мы знаем из того что именно со второго сказала во второй он сказал а вдалу и тогда вторая ему защита на а первое нет потому что нельзя сначала говорить восполненную молитву который пропустил только поэтому а он собрался прочитать и произвести как минху и поэтому раз он так собрался она ему не защитывается вот поэтому нельзя сказать каши нужно будет по первым по первой барате все идет по первым брать ну новые темы тема наша очень простая красивая тема простая и завершающая сейчас гиммаром перейдет к рассмотрению вопроса что стало причиной постановление установления вот этих вот их юв хова обязанности ежедневно читать произносить эти три молитвы шахрис минху и аравит или марев есть два мнения и все мудрецы разделились на два лагеря по первому мнению вот какая причина по второму другая сегодня мы познакомимся с божьей помощью с первым мнением а рассмотрение второго мнения перенесем на следующий урок читаем итмар учили в доме учения сарате и шива большая академия академии еврейских наук и там сидят ученики талмидим и талмидим это салмиде хахамим это мудрецы и у них есть их раввины крупнейшие которые для нас тоже раввины и они там задают вопросы их раввины отвечают за это называется сказали до мар спросили ученики в доме ученик рабби и оси бараби ханина амар рабби и оси сын рабби ханины сказал такую фразу сказал тфилот а вот тикнумы тфилот молитвы наши а вот тикнумы наши прадцы установили они сказали а именно авраам авину исхак авину и яков авину наши прадцы установили все эти три наши молитвы второе мнение рабби яшуа бен леви рабби яшуа бен леви амар сказал там был рабби оси барей бараби ханина а здесь рабби ашуа бен леви он так сказал тфилот кенегат тамидин тикнумы тфилот соответствие жертвоприношениями в храме которые назывались тамид не был несколько тамидов утренний и ведь вечерний почти ночной к вечеру ближе в храме приносить делали эти жертвоприношения и их было два таких жертвоприношения этому ставили шахрис минху марев будучи обсуждение откуда взялся марев или арабит понятно что как только сказал рабби и оси барейда раби ханина сказал что наши прадцы установили надо это понимать все чем образом наши прадцы авраам и царь яков установили нет текст молитв в которую мы признаем этот текст установлен аншей а кнесет а гдула мужами да или мудрецами большого собрания они установили то что необходимо молиться вот эти три молитвы вот что они сказали авраам сказал утром нужно молиться своими словами молись пожалуйста так и делали по рамбаму помните первый урок исхак установил дневную молитву ближе к вечеру ближе к завершению дня но начиная где-то после полудня на этом говорили еще будем говорить а яков авину яков установил третье обязательную молитву течение дня из обязательных молитв это называется аравит или марьев про муссов здесь ничего не сказано но специфичный и требует отдельного рассмотрения так вот первое мнение танья каваты дараби йоси бараби ханина тань 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 я каватой тань каватой это значит барайта изучаем и барайту танья каваты каваты бы кивуну в направлении это называется совпадающий сомнением раби йоси брейды раби бараби ханина который сказал что наши прадцы установили есть целая барайта который прямо об этом говорит я не могли и раби йоси сын раби ханина мог прийти сказать у меня есть барайта я не просто это говорю вот она защищает мое мнение а есть другая барайта который защищает мнение мнение раби йоси бараби ханина учили барайту совпадающую с менем раби йоси сына раби ханина аврагам тикент филат шахарит авраам устоял молитву шахарит откуда мы это знаем барайта нам подсказывать шины марк там уже сказано в торе берешит 19 глава 27 стих в эшкэм авраам бабокер оля маком ашер амады шам в эшкэм и встал рано утром это называется в эшкэм утром встал поднялся подъем движение вверх авраам он был горизонтально стал вертикаль в эшкэм авраам бабокер утром поэтому мы знаем что я шкам это всегда именно связано с утром и просто стал после дневного сна а именно утренец бабокер или маком это называется поднялся к этому месту эль а маком маком это место ашер амад шам на котором он стоял в предыдущий день он разговаривали с высшим это в той истории когда он не разговаривали с высшим вы помните все это написано в главе когда пришли три три ангела к евраму и сказали несколько вещей одна из них была что через год у тебя в это время уже будет не рожден здесь исхак и поднялся авраам к месту где он стоял амад шам и в этой барате мудрецы сказали вы на мидо элла тфила эйн амидо элла тфила нет стояние амидо подъем до стояния стоит вот так кроме филы называется любая амидо в торе и сказано ум это это говорится от филе поэтому тфилу и мы и признаем ее и называют амидо до стояния так вот эйн амидо элла тфила откуда мы это взяли и поэтому если он там встал то это называется он там молился откуда мы знаем что он там встал это мы видим откуда мы знаем что эйн амидо элла тфила что всегда каждый раз как говорится о отставание это молитва шинеймар сказано ты или 106 106 глава ты или 30 стих там так создано в ямод пинкос вайфалель и стал пинкос и помолился так прям сказано очень интересное выражение необычайно интересное выражение ты гильм до 100 6 106 глава 30 стих отсюда мы видим встал и помолился отсюда мы видим что вставание именно для этого стиха пришел вставание это называется помолился встал и помолился это можно было сказать не помолился поскольку написано встал и помолился чтобы указать нам что вставание это молитва а теперь мы возвращаемся к аврааму и сказано и встал он на то место где он был раньше и называется в этом месте он молился когда он молился вечером узнете утром вешком утром написано бабокер а раз так отсюда мы видим первые указания в вторе хумаше я сказано что кто-то молился утром отсюда следует что нам сообщает что авраам установил утреннюю молитву простая логика вы дальше происходит исхака исхак тикент филат минха а он установил молитву минха откуда мы знаем про исхака шиной мар в книге береши 24 глава 63 стих там так сказано в айце исхак ля суах бессаде лифнот арев ну эрф нужно быть на конце стиха и вышел исхак беседовать в поле накануне вечера еще вечер не наступил мы помним чем там происходило дело возвращался слуга авраама от севера и вез жену исхака исхаку по поручению авраама жену звали как ее звали ее звали рифка и они увидели друг друга и она спросила что кто это за человек такой и спустилась с верблюдо и написано что они приближались и увидели что как на написано и вышел исхак беседовать ли ля суах сиха это вообще куст лесах сех это беседовать стихот сиха это беседа вот раввины дают урок дороша и у может стать перед субботы или же суббота называется стиха беседа и вот он вышел беседовать с кем беседовать со всевышним накануне вечера лифнот а рэф до можно сказать перед вечером это называется молитва откуда мы знаем что ля сух это молитва он беседовать написано это вы сказали нам сейчас беседовать со всевышним Может, она там еще с кем-нибудь беседовала? Кто знает? Кто знает? Сказано, «Вээнсиха эла тфила». Не бывает беседы, кроме как тфила. Везде, где упомянута беседа, всегда имеется в виду молитва. А это откуда? Шнеймар Тегилим. В Тегилим сказано 102 глава, прям первый стих. Там так написано. Тфила-ля-ни-ки-я-тоф-лип-ны-а-шем, ешпох-сихо. Ешпох должно быть, сихо. И оно написано ешпах. Да, верно сказал. Ешпох. Называется «Тфила-ля-ни-ки-я-тоф-лип-ны-а-шем». Тот, кому требуется помощь Всевышнего, ля-ни-ки-я-о-ф, называется «Который ослабел, аев ослабел, перед Всевышним и зальет свою беседу». Видите, написано «беседа», сихо. А мы видим, что это перед Всевышним. А раз так, то каждый раз, как говорится, сиха, ля-сих, это не что иное, как молиться. Вот и написано, вышел исхак, ля-сох, молиться. Отсюда мы видим, это было днём, до наступления вечера, мы говорим, что он установил молитву, какую? Молитву Минха. Проякова. Яков Тикен Тфилат Аравит. А он установил молитву Аравит. Откуда мы это знаем? Шнеймар, в Берешит сказано, в Берешит, 28 глава, 11 стих, там так сказано. «Ваялен», не так, «Ваевга бомаком, ваяленшам». «И встретил одно место», «Ваевга бомаком». Наткнулся на какое-то место. Пугая это вообще столкнуться. В данном случае, «Ваевга» и «Встретил там одно место», «Ваяленшам». И что он там сделал? И ночевал там. «Вээйнт бгя», и нет этого слова «бгя», «встреча». Кроме Тфилы. «Вээйнт бгя элла Тфила». Если про Аврааму сказано «Лямот», «Стоять», нет «стояния», всегда «стояние». Это вся только молитва, нет «встречи», как по Ицхаке сказано, «встреча» са молитва. То есть, здесь «встреча», «беседа», по Ицхаке, «беседа». А у Якова именно, что «встреча» «эйн пгя элла Тфила» Шенеймар. Так сказано в книге пророка Ермиау, 7 глава, 16 стих. «Вээта альтит палэль в ад аамазе, бэ ад ба ад аамазе, в аль тиса ба адам рина утфила». «В аль тив га би», вот длинное, какое выражение. Так было сказано пророку, но ты не молись за этот народ, сейчас я его буду наказывать, сказал Всевышний ему. «Аль тиса ба адам рина ве утфила». «Не возноси, не поднимай за них стенания, прошения и молитвы утфила». «В аль тив га би», «и не встречайся со мной, не ищи встречи со мной». Это называется «не молись со мной», «не молись ко мне». Отсюда мы видим, что он что? Что бгя – это всегда молитва, бгя – встреча, это всегда молитва. Так и было сказано, Яков встретил место. Помните, когда он шел, после того, как он убежал от Эсава, мама ему так научила, и он дошел до Бетеля, и там он увидел Сулам Яков, называется, и встретил на этом месте, и там молился. Тем самым он установил молитву вечернюю, там была ночь. Здесь есть два места очень странных. Что такое? Про Авраама сказано, что Исхак установил Минху. В трактате Йома в 28 листе написано, что Авраам молился молитву Минху, он знал молитву Минху. А здесь сказано, что Исхак установил. Так вот, ответ очень простой. Авраам молился после того, как Исхак установил Минху. Еще второй ответ, еще интереснее. Он молился давно до Исхака, но он молился как ршут, как желание сердца, не как обязанность. Шахат, он сказал, это обязанность для всех евреев. А Минху можно молиться от души. И он молился от души. Это называется ршут, лохова, не обязанность. А как только Исхак установил Минху, мы знаем теперь, что это Хова. Есть еще одна вещь, последняя, очень любопытная, мне кажется, любопытная. Тот, кто любит Агадот. Дело в том, что, значит, Яков установил молитву Марев. Чего это вдруг ради он установил молитву Марев? Аравит в данном случае, да? Известно, что он пошел, молился, увидал, что солнце заходит, и он молился, что? Минху он молился. Он не собирался здесь останавливаться. Помните, здесь даже целая года, что он прошел мимо этого места, потом вернулся обратно, потому что особое место здесь. Он знал, что здесь будет стоять Мизбех. Много что там произойдет. Сулам Яков, Лесенка Якова, и там будет ангел входить. Особое место. И он собирался молиться Минху. А просто Всевышний, для того, чтобы его здесь задержать, закатил солнце, и получился Марев. Аравит. А выгодить он установил. Ответ здесь тоже оригинальный. А именно, да он потому и установил-то читать Аравит в самом начале ночи. Как только солнце заходит, шкия, в это время надо говорить шма, и соединить это шма, браху после шма, геоланзовается, Всевышний освобождает нас из египетского рабства, соединить его с шма, но истерой. Поэтому получилась молитва, молитва Аравит. Некоторые говорят, что слово Маком, и встретил там одно место. В этом стихе означает Всевышнего. Так говорят, Амаком. У Всевышнего есть несколько имен. Первый из них, например, Гошем. Имя. Только он один и имеет имя. Все остальное – это просто, ну, вроде бы как имя Каилу. Как будто бы. И только он и есть Амаком, вместо все остальное вообще. И физический мир и духовный – это и есть в нем. Он есть. Вот что это означает. Поэтому и встретил место, это называется, и встретил Всевышнего, чтобы там помолиться. Ну, а некоторые говорят, что нет. Здесь сказано в настоящем месте, об обычном месте. И в этом месте он молился, установил эту молитву, Мария. И эта молитва была вознесена Всевышнему, что мы видим из слова Маком. Потому что Маком – это молитва. А не, как вы говорите, Маком – это Всевышний. Вот на этом сегодня все. Простой сегодня был урок. Я надеюсь, вы с ним сами справитесь. Никаких таблиц, ничего не было. Успехов вам во всем. Спасибо, что вы пришли на наш урок. Всего хорошего. Шалом, шалом. Спасибо.